В предыдущих главах. Некий персонаж, имя которого неизвестно, но которого автор представил как Ночной Странник, оказался в глуши, из которых было трудно выбраться. Заросли, колючки, иглы растений, раздирающие кожу и пытающиеся выколоть глаза. Тьма, кромешная тьма, холод, сырость, чувство безысходности и одновременной ярости. Зелёность на собственное бессилие. Всё смешалось в этом человеке. Единственное, что движило в данный момент, это инстинкт самосохранения, борьба за жизнь. Но выбравшись из этой адской чащи, Ночной Странник не попал в рай. Он попадает в более жуткие условия, чем эта чаща, в которой он застрял, в которой он появился из ниоткуда и попал никуда. Но, конечно, это бессовестно называть многоквартирный 16-этажный дом с мостом из молочных облаков путём в никуда. Там он встречает единственного человека, который проживал в этом многоквартирном доме, мужчину по имени Валивия. Встреча была не совсем дружелюбной. Мужчины схватились в яростной борьбе, из которой более профессиональным борцом оказался Валивий. Ночной Странник оценил его удар в челюсть. Далее происходит много мистических событий, от которых всё становится запутаннее и непонятнее. Странник теряется во времени. Кто попадает в Древнюю Русь, кто оказывается в настоящем. Затем в этих главах мы узнаём о жизни Валивия. Каждый из нас – писатель. Писатель своей жизни. И каждый день достоин описания и украсит свою жизнь, добавив в неё ярких красок воображения. Так, дорогой читатель, я позволяю тебе добавить ярких красок воображения, читая мою книгу. Ты можешь не только читать и слушать. Ты можешь проживать эту жизнь вместе с героем. Ты можешь смотреть со стороны. Или быть в Алии. Или быть Ночной Странником. Ну, ты сам знаешь, дорогой читатель, что тебе делать. Не буду навязываться. А продолжу своё повествование. Итак, что же было в предыдущих главах? Мы узнали, что настоящее имя Ночного Странника Джон Вандерер. У Джона Вандерера и Валивия своё детективное агентство на двоих. Они партнёры, компаньоны, друзья, соратники. Братья по оружию. Братья детективы. Мы оканулись глубоко в сознании Джона. Понимаем. Являемся свидетелями борьбы низких личностей. Как минимум Ночного Странника Джона Вандерера. Детективное агентство Колобрат находится в Нью-Йорке. Здание типографии и редакции Нью-Йоркской газеты. Мы знакомимся со штатом детективного агентства Колобрат. Знакомимся с помощниками детективов. И, конечно, детективное агентство не может работать без раскрытия убийств. Так и наше детективное агентство ничем не отличается от других детективных агентств Нью-Йорка. Детективное агентство Колобрат Джону Вандереру обращается мисс Скотт с просьбой расследовать убийство в котором обвиняют ее сына Роберта Скотта. Джон Вандереру изучив материалы находит несостыковки и берется за это дело. Убийство совершено в городе Кейп-Мэй. Он берет двух помощников юных детективов и отправляется с ними в Кейп-Мэй исследует место преступления с офицером Райаном Джонсом. В следующем событии появляется брат убитого Уильяма Робинса который вероятно причастен к убийству Уильяма Робинса. Кроме того мистически и загадочно на протяжении всего детективного расследования сопровождается изображением розы с шипами в лепестках. Эта загадочная роза появляется под куполом маяка Кейп-Мэя. Это заказочная роза с шипами в лепестках. является гравировкой на ноже предметом убийства Уильяма Робинса. Эта загадочная гравировка является татуировкой на теле убитого Уильяма Робинса. А также детективный роман не может обойтись без женщины. так и наш детектив не является исключением. Джон Вандерр встречает свою любовь Полин Горше, которая является преподавателем в школе и одновременно с смотрителем маяка. Наверняка Полин примет непосредственное участие в расследовании. А что будет дальше мы узнаем из следующих глав. Приступаю к убествованию очередной главы. Приглашаю тебя, дорогой читатель, участвовать в расследовании дела розы с шипами в лепестках. Приятного расследования истину где-то рядом. Новый день Джон и Полин встретили на смотровой площадке маяка. Завидно счастливые словно герои фильма о любви со сказочным хэппи-эндом. И дым открывается избранно. Избранные сидели друг к другу лицом, уткнувшись в мягкий бархатный плед. Благоухающим чаем и стравкой влюбленные делились словно спасая любовь от жажды, которая неизбежно заклестнула их и переросла в нежную необузданную страсть. К девяти часам утра Джон и Полин ехали к ней домой. Полин кокетливо пускала свои пшеничные волосы по литру. Джон словно мальчишка любовался ею. Счастливые часов не наблюдают. Так и наши герои не заметили, как оказались в доме Полин. Пойдя в просторную гостиную, которая с трех сторон наполнялась солнечным светом, Полин произнесла «Я приму душ, ты располагайся». После душа Полин вошла в гостиную, однако Джона там не оказалось, а вот из кухни доносился шум и запах свежеприготовленной яичницы. «Хорошо к столу», пригласил Джон, округляя глаза. «Что не так с нескрываемым женским интересом?» спросила Полин и продолжила «Перестань смеяться надо мной». «Все, все, молчу», через силу и фухача выдалась сидя Джон. «Я не ожидал тебя увидеть в такой пижаме». «Но я же девочка, а девочки любят розовый цвет с небольшой кокетливой обидой», ответила Полин. «Да я согласен, просто давно не видел розовых генозавриков», парировал Джон. Они дружно расхохотались и принялись завтракать. Первое, что бросилось в глаза Джону, когда он открыл холодильник Полин, это яйца и бекон для жарки и немного лимонов. Яичница с беконом действительно удалась. Бекон немного похрустывал, а желток словно солнце, дополнял его. Лимонный сок придавал бодрости и обосрял вкусовые рецепторы. «Не нужно ехать», обратился Джон Полин. «Да, конечно, у меня тоже куча дел», словно задорно. по-хулигански «Пожалуйста, протягиваю очередные четыреста долларов», сказал Джон. «Только на две ночи», спросил менеджер. «Понадобятся номера? Я вам обязательно сообщу», ответил Джон. «Могу узнать ваше имя?» решил продолжить беседу Джон. «Зак, Зак Фридман», нехотя ответил менеджер. «Сколько стоит у вас самый сытный и вкусный завтрак?» «Как по мне, это большой бургер, запеченная гигантская картошка и апельсинный сок за 16 долларов за порцию. Оформить четыре порции. Две для моих детективов, а две подай сюда. Через пять минут подогретые блюда вчерашнего дня, количество двух порций были перед Джоном. Две других отправились в номер 22. «Еще что-то?» спросил менеджер. «Зак, ты завтракал?» спросил Джон. «Нет, сэр, еще не успел. Одна порция для тебя. Составь компанию, присоединяйся». Дружелюбно пригласил Зака Джон. «Отказов не принимаю». Джон и Зак принялись поедать завтрак, прямо за столиком регистрации, которая была одновременно и барной стойкой. «Слушай, Зак, напичкавый сметану в горячий картофель», произнес Джон. «Когда заканчивается твоя смена?» «Час дня». Запихивая остатки бургера в рот, прочавкал менеджер. «На сегодня мне нужен помощник. Плачу 300 долларов плюс обед». «Сегодня?» «Да, я свободен», сэр, произнес Зак. «А что нужно делать?» Разочарованно, глядя в пустую тарелку, добавил он. «Ничего сложного, лишь оказать помощь детективам». «Как я и сказал, плачу до 300 долларов плюс обед. Однако заработаешь ты 100 долларов или 300 зависит только от тебя». «Я так и знал, что не все так просто», прокомментировал Зак. Джон продолжил. «Организуй мне встречу девушки Робинса и Скотта сегодня вечером. Я увеличу гонорар на 150 паксов». «К тому же 150 баксов получишь сейчас, если договоримся и 250 баксов после». «Мой номер телефона протянул Джон». «Договорились, хлопнули по рукам, до встречи произнес Джон и направился в номер. Заку было на вид лет 18. Запах марихуаны и блеск в глазах выдавали курильщика каннабиса. Джон не знал ни имя девушки, ни приметы и более того, не знал наверняка, есть ли она. Однако, интуиция и жизненный опыт говорила ему, что между двумя друзьями стоит либо женщина, либо деньги. Дождавшись пересменки, Зак в час дня двигался к своей подруге, чтобы похвастаться о небывалом куша, который ему может перепасть. Эти 150 баксов он решил потратить на свою девушку. Мелли Грин или Мел Грин, так звали девушку, было 17 лет. Она, в отличие от Зага, считала, что курить травку зазорным и незаконным. Однако, считала, что увлечение парня безобидным занятием, которое он в любое время может бросить. Звонок в дверь. Здравствуйте, произнес покращневший Зак, встретив мать Мел. Я, я к Мел. Гелли выдавила из себя Зак. Жди, я ей сообщу. Через пять минут вышла Мел. Они невинно чмокли из губы и пошли вниз по улице, чтобы заодно выполнить наказ матери, выгулять собаку. дворняга, помесь рицар-шнаусера и немецкого дога была страшна. Большое черное чудовище, словно вместо шерсти были иглы, как у ежа. Лай был мощным и громким. Однако, ее душа ничего не имела общего с ее внешностью. Такой добродушной и ласковой собаке можно было смело доверить нянчить котят. Наша парочка и собака остановились в открытой террасе кафе. У меня сегодня куш похвалился Заг. Угощаю. Заказывай, чего хочешь. Ничего себе, гуляем, шутливо подержала Зага Мел. Легкий салат, тыквенный сок, мороженое для меня и для Герды. Герды это собака, да и собаки тоже любят мороженое. И возьми что-нибудь себе, иначе я тогда же ничего не буду. Заг заказал себе и Мел по мороженому, тыквенный сок для Мел и мороженое для Герды. Мел, это тебе возьми, протягивая 60 баксов, попросил Заг. Ты копишь себе на электронную книгу, думаю, что сегодня у меня будут еще. Заг, надеюсь, ты не связался с дилерами, заботливо поинтересовалась Мел. Нет, все по закону, окажу услугу детективам, они хотят, чтобы я организовал встречу Мэри. Она с Робинсом и Скоттом общалась. Кстати, ты не знаешь, где ее найти? Возможно, протянула Мел. Просто после убийства Уильяма, мать Уильяма Кэрол, на нее ополчилась, сказала, что если Мэри скажет полиции хоть что-то в поддержку Скотта или еще хуже, что-то плохое про ее сына Тима, то проплывет по городу как тоскуха. Слушай, Мел, детектив вполне себе дружелюбный парень, он не хочет затащить Мэри в полицию. Да и об их встрече никто не узнает. Мел, я для нас стараюсь, пытаюсь измениться, вдруг это мой шанс изменить жизнь. У меня получится помочь детективам, и я убежден, что для меня еще работа найдется, и кто знает, может я и сам стану детективом. Слова Зага убедили Мел. Хорошо, я свяжусь с Мэри, назначу встречу, только скажи детективу, что Мэри бесплатно не будет встречаться, это будет ему стоить тысячу долларов. Мел хотела помочь своему парню, но одновременно понимала, что Мэри не будет просто так рисковать, а деньги ей не помешают, ведь она ждет ребенка, и ей нужно уехать из города. Заг сообщил по телефону Джону об условиях, Джон согласился, подумав, силы доллара действительно работают. Встреча была назначена 14.00. Джон снял 3000 долларов купируем по 100 и отправились в кафе вместе с Полиной. Джон решил, что если он приедет на встречу с Мэри, с местной женщиной, которую многим знакома, шанс того, что встреча будет полезной, кратно увеличится. Мэри была привлекательной девушкой на вид 18-19 лет. Девушка, рожденной быть матерью с широкими бедрами, и пышной грудью. Ее щеки наливали шоколадным румянцем. Из-за такой девушки младки и лучшие друзья могут поссориться, подумал Джон. Магик Брин кафе именно там была назначена встреча. Это кафе было излюбленным местом сладкоежек. Джон посчитал, что сладости быстро принесут мозгу радость и особенно девушке ей легче будет говорить. Полин и Джон вошли в кафе. Зак, Мэл и Мэри уже сидели за столиком. Джон и Полин подсели к молодежи. Хай, Мэри, приветствовала Мэри Полин. Помнишь меня? Я преподаю историю в Кэп Мэй. Да, мэри, мэри Полин. Это детектив Джон Вандерер. Он хочет помочь Роберту Скотту и по возможности найти виновного в убийстве Уильяма. Мэри, нам стоит всем перекусить. Уже два часа, а я еще не обедала, попыталась расположить к себе Мэри Полин. Охрожденные коломельные макеата, хрустящие сэндвичи с салатом, яйцом, сверху покрытые ветчиной, кауса и великолепные сочные творожные чернильные булочки. Мэл вместе с Загом уплетали сэндвичи, булочки и другие угощения словно пригонки. Мэри глядя на них так же не смогла устоять. Джон и Полин конечно так же присоединились за компанию. Десять минут и все насытились. Гормон маленького сладкого сытного насыщения наполнился и казалось сейчас пойдет через края. Тридцать долларов, как и обещал, произнес Джон, положив возле Зага свежую купюру. Мэри Азак подсказал, что ты нуждаешься в деньгах. Тебя бы устроило тысячу долларов, произнес Джон, пересчитывая деньги и укладывая их возле себя. Понимаю, что ты в сложной ситуации, я готов тебе помочь и дать сверху еще две тысячи долларов, но только за правдивые показания в полиции и, возможно, в суде. с пятистами долларов готов расстаться прямо сейчас. Джон рассчитал пять купюр по сто долларов и положил возле мэрии. Резюмирую. Пятьсот долларов за день участия в полиции или в суде. Уильям мертв. Ему не помочь, в отличие от Роберта, который может лишиться свободы надолго. У Мэри выступили слезы. Она держала себя в руках. Кто у тебя? Мальчик? Девочка? Спросила Мэри Полин. Еще не знаю, ответил засмутявшись Мэри. Знаешь, кто отец? Роберт. Роберт Скотт. Расскажи нам, что произошло. Еще год назад я была девушкой. Уильяма Робинса. Но мы поняли, что мы больше похожи на брат с сестрой. Вот такие у нас сложились отношения. Кроме того, его мать Кэрол была против того, чтобы он встречался со мной из-за моего цвета кожи. Поначалу он не слушал ее. После чего Кэрол приказала Тимму своему старшему сыну избить Уильяма. Он неоднократно избивал Уильяма. и как Роберт оказался свидетелем того, что Тим вновь набрасывает набрасывается на Уильяма. Завязалась драка и Роберт сломал Тиму пару ребер. Вот такие вот у нас были примерные отношения. С Уильямом были братские отношения, а с Робертом мы полюбили друг друга. У нас до момента убийства все было хорошо. Пока Тим не стал угрожать Роберту, что обязательно отомстит ему, что они обязательно встретятся. Обычно Уильяму и его девушке удавалось успокоить Тиму, и тут уходил. Тим завидовал дружбе Роберта и Уильяма. Они были как братья. Их многие сравнивали с предками с Робертом Скоттом и Эдвардом Робинсом. Им это льстило, а многих наоборот злило. Роберту и Уильяму было интересно все, что связано с их предками. Роберт и Уильям унаследовали фонд роза с шипами в лепестках. По словам Роберта, в фонде накопилось 3 миллиона долларов, которые они хотели потратить на экспедицию. Кэррол из катушек слетела. Говорила, что не быть этому, что деньги фонда принадлежат семье Робинс, а семья Скотт пусть не распускает свои грязные руки. «Пожалуйста, спастите Роберта вдруг!» не сдержавшись, кричала Мэри. «Мы сделаем все, что в наших силах!» поддержала Мэри Полин. «Бороться со стихией или отдаться ей, повернуть стремительный и беспощадный силевой поток свою пользу, либо пасть его жертвой под грудой обломков и множеством жизней, сломленных на его пути. Высшую ступень развития человек выиграл лотерею, иначе он не распоряжался так безрассудно жизнями менее интеллектуальных существ, творениями животного и неживотного миров. Да что говорить, он не распоряжался жизнями таких же, как он. Человек жаждет гореть ярко. И в этом его печальное безрассудство. токсины величия безозвратно сотрут человечество с лица земли. Себе не жаль. Жаль тех, кто не совершил греха, тех, кто делает нас по-настоящему счастливыми. Озорно смеющихся детей, которые виновны без вины. И, конечно, хочется тешить себя надежды, что наши дети спасут мир. Эти мысли словно гипноз радиоволн проникали сознание Джона от пладенца Мэри, на живот которой смотрел Джон. Джон невольно подумал о Полин и, безусловно, не требовавший подтверждения убеждения, что Полин была бы хорошей матерью. Джон обнял за руку сидящую рядом Полин и шепотом произнес «Я люблю тебя, будь матерью наших детей». Полин в ответ прикоснулась пальцами руки к руке Джона. «Мэри, мы хотим помочь тебе, помочь Роберту, но мне нужно больше о тебе узнать, о ваших отношениях с Уильямом. На данный момент для прокурора ты и ребенок являются одним из мотивов совершения убийства. Уильям хотел стать крестным отцом нашего ребенка, сказала Мэри. У них один духовный отец и Уильям был свидетелем у нас на венчании. Продолжила Мэри. «Где найти духовного отца?» спросил Джон. «И кто он? Расскажи о нем». Духовный отец Варнава ведет полуотшеднический образ жизни. Он не взаимодействует ни одной из официальных церквей. Его церковь не католическая, не протестантская. Его храм – церковь Христа. Однако в таинствах и богослужениях прихожанам отец Варнава не отказывает. Его храм находится в чудесном месте. Пещера является его кельей и храмом. Мы гостили у отца Варнавы вместе с Роберстом и Уильямом. В моем телефоне сохранилась геолокация. «Скинь мне координаты», попросил Джон. «Скинь» «Скинь»